ПАК 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 И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест Сегодня у нас снова хорошее настроение Тепло, несмотря что на улице Январь На улице плюс 6 градусов Лужи и зеленая трава На настроение бодричком Завтра праздник Поэтому сегодня мы не будем напрягаться Но какую-то полезную информацию Я сегодня все равно дам Так что не думайте, что полезной информации не будет Ну а с утра, как всегда Анекдот Ну анекдот такой Не анекдот, не знаю, многие там Ну не многие, очень мало Но люди говорят Олег, такие бородатые анекдоты у тебя Ну что же делать-то? Они все бородатые Присылайте свои анекдоты Я с удовольствием прочту Только, чтобы можно было мат заменить Ну анекдот такой Начальник с утра заходит Здоровается со всеми Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, ребята, здравствуйте Так начинаем, начинаем работать Леночка, а вы, пожалуйста, сделайте мне кофе Фрунзе Карапетович Кофе делают в Латинской Америке А я его просто приношу Леночка Умничать надо было в институте Тогда бы вы сейчас работали А не кофе носили Такой анекдот Если не поняли Это вот про тех, кто такие комментарии пишет Кто сильно много учит Нет, конечно Конечно, нет Пишите комментарии Мы не все делаем Правильно, может быть Может быть, что-то просто вам непонятно Для вас, конечно, наши способы Может быть дикие Пишите, пишите свои способы Напишите это В нормальной, адекватной форме Не Ой, мастера там, мама Родная, шараж, монтаж Нет Нормально напишите Я делаю вот так Почему вы так не делаете? Я отвечу С удовольствием Ну, сегодня еще сейчас к нам Пизжоха эта приедет Все-таки молдинг Там мы ему покрасили Лежит он уже здесь Неделю На молдинге нету креплений Поэтому мы его будем сажать На, клей На стекольный Так что, может быть Этот момент я вам покажу Как можно прибомбить молдинг Ну, это ладно Потом комментов насыпят А, что вы сделали опять? Блин, набортачили все Ну, хер с ними Пусть Пизжоха Самая-то главная Новость Не в этом Вчера на рации sideli Как вы знаете На рации нас уже там 1700 по-моему 70 человек Ну и как бы давно эта тема назревала, но как бы мы вчера очень плотно по ней поговорили, уже начали какие-то действия. Летом, летом, все подписчики решили собраться у дяди Олежи в Бресте. Посетить некоторые достопримечательности, это как линия Сталина, Хатынь, Мирской замок, Брестская крепость, ну и Беловежская пуща, конечно, куда же без нее. Я думаю, это будет дня 3-4 составить, не знаю, мы порешаем. Я думаю, приурочить все-таки это к моему дню рождения, что ли, 6 августа. Но дата не имеет значения, дату мы с вами выберем. То есть для начала прошу под этим видео написать, кому нравится идея, вернее, нет, никому не нравится идея, а я поеду. Я поеду, пишите вот под этим видео, я поеду. И я поеду, нас там двое или нас трое, кто-то с семьей может поедать, да? Я примерно посчитаю, сколько человек едет. И потом на сайте, на главной странице я сделаю сайт, под описанием, на сайте, на главной странице я сделаю блок какой-нибудь, мы подумаем, как его сделать. Люди будут писать свои данные, свой адрес или паспортные данные. И потом по тем людям, которые уже соберутся на сайте ехать, да, там 100-200 человек, не важно, 300. Мы как бы сообразим, что нам дальше делать, как собирать. То есть у некоторых людей уже есть опыт таких сборов. Мы уже на сайте определимся, сколько человек едет. И тогда я буду выбирать фирму, которая разместит такое количество людей. То есть это нам надо, потому что будет и автобусы, чтобы поехать из Бреста, допустим, в Мирской замок. Это 200 километров где-то, 300. Ну, 200. Хатынь, это 350 километров от Бреста. То есть это утром туда уехали, с Хатыни возвращаемся, заехали в Мирской замок. То есть линия Сталина там же 300 километров, она в Админском. Беловежская пуща 60 километров. То есть нам для передвижения нужны будут автобусы. То есть чтобы это все порешать, мне нужно 2 месяца, чтобы это все собрать. Ваши паспортные данные будут. То есть я вам дам, я вам покажу программку, покажу фирму. На фирме это сниму, где я буду договариваться, чтобы вы видели примерно, что за фирма. И там, короче, мы определимся с программой точной. Определимся с местом проживания, где мы будем проживать. Может быть на озерах в, как этот толик называется, пансионат, ну не знаю как это, база отдыха, короче, блин. Вот так, короче, место определиться. Не в гостинице, а допустим на природе, чтобы вечером после всех вот этих поездок мы могли посидеть у огромного костра. В пансионате. В пансионате. В пансионате. Ну вот так, и посидеть. Короче, я думаю, будет весело, как всегда. Да, сделаем там конкурсы, шмонкурсы, всякое дело. Кто умеет, там баян возьмем, гитару и бурим. Ух ты, мы вышли, ух ты. Ну там всякое разное. Мы сейчас, да, не то ли какую-нибудь песню выучим. Ну, короче, будет весело. Так что приезжайте. Кто решит все-таки приехать, как бы это новость, шокирующая, да? Так что давайте 2-3 дня после того, как вы увидите видео, подумайте хорошо, поедете вы или нет. А потом уже будем, если вы точно поедете, это будет конец июля, начало августа где-то. Если вы точно поедете, вот на эти 4 дня там или неделя, то будем на сайте уже организовывать сбор людей. То есть собрали кучку, все, я договариваюсь с фирмой, нас там 250 человек, да? Я договариваюсь с фирмой, фирма определяет, как нас пристроить, сделает нам программу. Я отсылаю реквизиты фирмы. Вы потихоньку начинаете бронировать места. Ну, оплачиваете эти места, там на какой-то период бронируете, уже чтобы вы приехали в этот день, допустим, 1 августа, да? Вы приехали, ваше место там, мы все подтянулись, все собрались там, как бы вот так. Все это будем снимать на камеру! Возможно, пригласим телевидение, для них это будет интересно, местное хотя бы, да? Ну, думаю, как-то так. Всю программу будем снимать, дневник наших путешествий, все это поснимаем, тусняк этот весь красиво будет! Ладненько! Примерно я вам накидал картину, так что пишите под видео. Я поеду, там нас будет трое. И потом на сайте мы это все сделаем, это я сделаю отдельное объявление, так что ждите объявление, оно будет. Будет называться слет, дневник слета. Вот. И в этой же папке вам будет все про этот слет. Наши подготовительные действия отнимем, наши действия там, потом сделаем отдельный гриб единый. Красиво будет, здорово! Все поучаствуем. Ну, как-то так. В гости слет. Это, Толик, тряпочку возьми. Нет, нет, смокрую. Может не тряпочку, а бутылку прям возьми. Все, пока подожди. Пусть она это, да? Это чудесно. Ну что, ориентировочно, я думаю, это будет 6 августа. Так как народ, если мы будем предлагать, чтобы народ у нас проголосовал за какое число, много потом непоняток и передвижек будет. Кто сможет 6 августа приехать, как бы, на определенную дату? Кто за? Я с удовольствием поставлю лично с днем рождения, лично, лицо в лицо, глаза в глаза организатора всего этого мероприятия. Серега, ты сам. Олега Нестерова, привет. Всем привет. Это канал Автокар. Я за дату за 31 февраля. Шутка. К сожалению, я подъехать не смогу. Буду следить за вашими передвижениями. Очень интересно. По скайпу свяжемся. Да, будет известна дата сбора. И кто сможет, тот приедет. Вот именно, что сейчас. Ну, ты как места заказываешь. Ну, ты сказал, как отрелал. Ну, я думаю, дату сбора, как бы, объявим, вот, 6 августа. А там уже посмотрим, кто будет собираться под эту дату, кто сможет. Я думаю, и народ больше уже под определенную дату себя подгонит, чем эта дата вот будет в воздухе летать и выбираться. Лучше уже знать дату и подгонять можешь, не можешь, чем мы будем месяц еще выбирать дату. Правильно? Да, конечно, Олег, все верно говоришь. Как говорят. Все миродного не ждут. Так же под всех не подстроишься. Легче подстроиться под конкретную дату. Да, я думаю, что это все-таки правильно. Вот, а если какие-то у кого-то изменения происходят, он вроде нацелился, все согласен. Какие-то изменения происходят, просто чуть-чуть заранее предупредить. Ну да, как бы, там уже поближе туда, там сделайте какую-то там финансы, раскидайте там, сколько там с человека выйдет как-то, ну, финансовым вопросом там. Вот такие, да, вот и не будет, что-то отправите там деньги или там по интернету, в общем, проблема там забронировать там места себе и все. Все делается, в общем, проблема, как бы. Ну, единственное, что вот можно посмотреть, если в августе есть красный день у меня заря, и не знаю, какие там праздники в августе, которые в Беларуси отмечают, может, какие-то общие, общие с Россией, какие-то праздники, может, в том, где люди в нем будут, которые работают. Ну, как бы, это можно посмотреть, говоря. Да, гаражники, в основном, сами себе хозяева. Это так жутко. Ну, самый большой праздник 6 августа – это день ВДВ. За ВДВ, ребята. И, как бы, не хотелось бы и отвлекать от этого праздника людей, его будут отмечать. То есть, наш праздник, чтобы был отдельно, и он будет, как бы, 6-го, чтобы 2-го все это поуспокоилось. Десантники, хоть у нас и уважаемые люди, но любят побаловаться 2-го августа. Так Серега, по-моему, ВДВшник, нет? Засады. Не, я незаконно репрессированный, а ВДВшник, брат, у меня, даже 2-го, прошу. Понятно. Ну, так что все собираемся, 6-го августа, как бы, дата меняться не будет. То есть, или 5-го собраться, чтобы 6-го уже все были собраны. Как вот вы думаете? 5-ое, 6-ое, день сбора. То есть, с 5-го, день сбора, 6-ое, начало всех мероприятий. Отлично. Короче, так и будем делать. Виталик, а насчет организации я же как хочу сделать? Вот мне будет известно, да, допустим, у нас 250-300 человек, да? Я знаю, сколько у нас человек. Я обращаюсь в турфирму, которая может эти 300 человек нас разместить и предоставить нам какую-то программу. Допустим, там 3 автобуса, потому что я хочу, чтобы мы из Бреста, допустим, поехали. Хатынь посетили, раз уже в Белоруссии, как бы это вот с утра выезжаешь. На обратном пути заехали на линию Сталина, там на следующий день съездили в Брестскую крепость, как бы она всем понравилась. В парке пофотографировались, очень красивые места там пофотографироваться. В парке, допустим, Беловежская пуща. Все это, чтобы мы ездили на автобусах, а не 300 машин поперлась, здесь ГАИ с ума сойдет. Не, ну да, ты все правильно как бы говоришь. Там ближе к этому ты поймешь, как, ну, все организовывать. Сейчас, ну, просто, наверное, надо объявить об этом все. Тут люди еще пару месяцев раскачиваться будут. А потом уже там за месяца-два уже начинают там двигаться как-то там по финансовой линии, да и по организаторской вообще. Ну, там уже сориентируешься. Сейчас подожди, там еще в комментариях понапишут всего. Может, кто еще какую идею подкинет. Ну да, идеи пока будут приниматься. Вот именно, что мне два месяца по любасу нужно, чтобы я все это приготовил, чтобы турбаза все это приготовила. Это представь, там 200-300 человек сразу на 4 дня. То есть им надо все с автобусами договориться, им надо с программой договориться. Программу мы составим, программу будем корректировать вот в этом дневнике. Будет отдельное видео, дневник, вернее, отдельная папка. Дневник слета. То есть все планы, что мы готовим, как, что получается. С фирмы, на фирму агрозаеду буду говорить, когда снимем. Мы это тоже все снимем. Что нам предложат. То есть вот нам предложили вариант, мы обговорили, чтобы я каждому не говорил. Это будет видео. Какой вариант нам предложат? Я выкладываю видео. Народ, да, нам эта программа нравится. То есть мы просчитываем, сколько эта программа будет стоить на человека. То есть автобусы, хейробусы, жилье. Сколько это будет стоить на человека. И мы уже будем знать конкретную сумму. Сколько нужно денег для этого. Когда мы уже знаем программу, да, когда, да, нас разместят, мы там не будем спать на вокзале. Вот, все это просчитается. И мы уже будем знать сумму. Все, все подтвердили? Да, всем нравится. Я беру у этой фирмы, допустим, реквизиты. Договариваемся, как они будут пересылать деньги, бронировать места, да, или там 50 процентов, там, или какую-то сумму. Они думают, что они все сразу будут брать. И, ну, может, и сразу там неважно. Я не думаю, что это будут большие деньги, потому что здесь, как бы, такие туры не особо дорогие. Тем более, если это будет 200-300 человек, это будут и скидки серьезные. То есть, ну, вот как-то так. Ну, да, все правильно. Ну, я так думаю, ты что сориентируешься там, походи же сейчас самоколадочку закинуть, а там уже посмотрим, почему кривая линейная приведет. У меня просьба есть телемост, не забудьте организовать для нас, для отдаленных, для отдаленно находящихся. Чтобы было понятно, Виталий, это канал Автокар, с которым мы дружим. Эдик Лондон, тоже канал на Ютубе, тоже я с ним дружу. Они все у меня есть в друзьях. Вот они сейчас со мной общаются из Америки. У Виталия, если я не ошибаюсь, сейчас полтретьего ночи. Он вот сидит на рации, с нами общается. Сделаем, Виталий, мы телемост обязательно. Я даже ради этого плазму притащу. Возьмем 3G, выйдем по скайпу и сделаем телемост. Так что, Эдик, если у тебя не получится с Лондона подъехать, то тоже в телемосту будешь участвовать. Ты как раз длинный, вытянешься из Лондона, до Беларуи, и больше можно. Все ништяк, все хорошо, надо делать, начинать свою машину, какой на тобой ехать. С аэропорта Хитроу Мунс, блин. Вот и уже полтретьего, все, я побежал спать. Ладно, всем пока, всем удачи, усвощимся, держите вкус. Ну давай, короче, завтра смотрите вот это видео, оно выйдет. Но я думаю, сегодня уже тогда по машинам я тему не буду делать, завтра сниму. А вот это, я думаю, видео немножко важнее для подписчиков, для тех, кто серьезно относится к каналу, то есть и хочет, чтобы он развивался, и хочет увидеться с теми, с кем он общается, посмотреть Беларусь, где деда Лежа живет. Я думаю, это актуально, это видео будет нормальным. А то думают, что дядя Лежа уже забросил машины, но сегодня у нас предпраздничный день, поэтому работать мы с Толей по-любасу не будем. Сегодня я, может, сниму видео, там по краскам просили. Отличие красок. Да, ну вообще идея шикарная, конечно. Да, все должно срастись, блин, очень даже срастись. Да и вообще конкретную дату знать, чтобы люди откладывали, даже на короняк, когда тяжело с деньгами, если вдруг будет или что, он по крайней мере рассчитает, будет знать сколько и времени хватит, чтобы отложить денег. Так что это все правильно сделано. Ну а ты, Виталя, спокойной ночи, товарищи Америка. Золотые слова, Серега, вот сказал, я об этом не подумал. Да, действительно, у народа будет время, чтобы отложить деньги, чтобы сделать это мероприятие. Во-первых, это надо расценивать, вот еще раз скажу, не как отпуск, да, а как действительно такое событие, которое ты запомнишь на всю жизнь. Я еще, знаешь, что приглашу, вот этих, которые на майках печатают. Они возьмут свое оборудование туда, где мы будем. Каждый возьмет себе или у них будут майки. И с логотипами на память, майки, кружки, все дела. Поделайте. Сделает дядя Олежа флаг, наверное, с логотипом, блин, будем ходить с ним. Флаги надо будет отдельно доказать, чтобы весь лагерь наш был флагами нашими. Олежа флагами на память, где мы будем ходить с логотипом. Флаг города, в принципе, идея, логотипом. Да, оказывается, все свои, блин. Каждый себе сделает сам. Да, и логотип, конечно. Как выстроить, пока нам эти флаги, у каждого свой город и у каждого свой канал. Прикидывай, что прикол будет какой-то. Ну, а ведь на одном канале, в смысле, флаги каждого города. Да, нет, я имел в виду флаг города и логотип твоего канала. То есть, получается, что вот где-то, ну, можно там еще и два логотипа. Это я так образно уже говорил. И получается, представляешь, даже одна фотография, сколько весить будет, что куча фото с этим флагом, с одним из тех же логотипами. Ну, да. Во-первых, ну, флаг можно и там... Ну, блин, флаг – это большой логотип нужен, понимаешь? Это большой принтер. У них там принтер идет на... Вот я сегодня буду видео или завтра снимать. Я майку заказал себе со своим логотипом и кружку. Посмотрите на видео. Про краски буду рассказывать. Не знаю, или сегодня, или завтра сниму. Наверное, сегодня. И там вот в формате А4 они делают. То есть, вот такую майку сам логотип наносят, по-моему... Так, 50 тысяч – это сколько? Ну, это где-то 400 рублей или 40 рублей. Подожди, сколько это будет? 50 тысяч – это сколько? 5 баксов. Ну, 5 баксов, короче. 5 долларов – это сколько? 150 рублей, да? Да. Сам логотип наносят. То есть, ну, это как-то мы порешаем. Это у нас еще будут дни. То есть, сделать или флаги, или это сделать – это действительно все красиво. Это запомнится, это все отснимется. Думаю, телевидение подпишется под эту тему по любасу. Белорусская – это точно. Если слух пустить, может, какой корреспондент приедет и с телевидения, потому что и байкеров снимали здесь, и это. То есть, это все расходится. Может быть, какие ютубовские еще каналы приедут поснимать это дело. Ну, вообще, тема очень интересная. Такой темы не было. Я говорю, это запомнится на всю жизнь. И, то есть, народ в этом участвовал. А фанатики, как бы, нашего вот этого вот общества, мы, как бы, все фанатично, вот, многие относимся к этому, да, как бы, сплотились. Я думаю, флаг могут и у себя в городе где-то заказать, замутить. То есть, ради такого дела. Главное, вот, заранее все с датой мы определились. 5 августа у нас сборы. Так? Да, да, 5 августа сборы. А на сайте будем за 2-3 дня уже примерно знать, как люди к этому относятся. Остальные, кто слышит, но стесняются по рации высказать свое мнение. Пусть хотя бы напишут в комментах. Стесняться не надо. Или в ютубе, или на сайте. Ну, короче, вот вам тема. Думайте, ребята. Да, я думаю, нас поддержат многие. Так что все, чтобы думали. Ну, все, определились. 5 число сборы. Время хватит у людей, чтобы подготовить. Сумма данного мероприятия по деньгам будет известна после момента, когда мы будем знать, сколько людей. Так что сейчас в комментах все будут у нас голосовать, кто едет. Мы будем примерно знать. На сайте, на главной странице мы делаем отдельную страничку по этой фигне. И будем знать уже, кто собирается. Человек. Я еду. Допустим, да. Я такой-то еду. Пятого еду. И пишет свои паспортные данные. Город, где он. И потом я уже дам отдельно. Когда будем знать, вот соберем там, да, 200-300 человек. Ну, и буду уже знать это, сколько народу. Я договариваюсь с фирмой. Все это будет сниматься. Все это будет видно, что фирма предлагает. Видео вышло. Вот с фирмой я поговорил. Видео вышло. Нравится вам такая программа? Да. Все. Все подтвердили. Все. Работаем с этой фирмой. Не нравится там большинству, да? Все. Ищем другую фирму, которая нам другие условия предоставит. Ну, я думаю, если это будет 200-300 человек, это условия будут хорошие. И тот, который пишет, что да, я еду, еще добавляет плюс 2, там, допустим, жена, ребенок, чтобы знать точное количество людей, ну, примерно точное количество людей. Потому что да, я еду, а там еще двое с ним едут, чтобы это тоже знать. Да-да, согласен, чтобы подсчитать.